Это 1968 год. Время новых лидеров. Журналистка Робин Морган организует демонстрацию против конкурса красоты Мисс Америка, называя его сексистки. В Канаде начинается трюдомания. Премьер-министром страны избран лидер либеральной партии Пьер Трюдо, выступавший с программой справедливого общества. А в Чехословакии появляется новый молодой лидер, который задумал бросить вызов старым порядкам. Это Александр Дубчик. И его только что избрали главой коммунистической партии Чехословакии. В 1938 году Чехословакия была одной из первых жертв нацистской агрессии. В 1945 году Красная Армия освободила ее от нацистов, и Чехословакия вошла в блок восточноевропейских государств, контролируемый Москвой. У нового чехословацкого лидера Дубчика были отличные отношения с советским руководством. Он 16 лет жил и учился в Советском Союзе. Участвовал в войне против Германии. В СССР его считают надежным партнером. Но новое поколение чехословаков устало от авторитаризма и плановой экономики. Они ждут перемен. И Дубчик не собирается их обманывать. Весне новый лидер Чехословакии готовит пакет реформ. Но об этом еще не знает никто. В том числе и Леонид Брежнев. Брежнев – лидер СССР. Он называет Дубчика «наш Саша» и не понимает, о каких переменах идет речь. Брежнев – опытный бюрократ. Четыре года назад он сместил Никиту Хрущева и возглавил страну. В отличие от своего предшественника, Брежнев опирается на коллективное руководство. Он пока еще правит страной вместе с другими членами политбюро и считает себя сторонником мягких мер. Несмотря на противоречивые мнения, Брежнев хорошо относится к Дубчику. В феврале Брежнев лично отправляется в Прагу, чтобы поздравить нового лидера с 20-летием правления Коммунистической партии в Чехословакии. А в Праге уже весна. Компартия Чехословакии принимает первый пакет реформ. Новый закон о печати де-факто упраздняет цензуру. Восстановлена редакция оппозиционной газеты. Политические заключенные выходят на свободу. Дубчик становится народным любимцем. Впервые чехословакам доступна и информация о личной жизни лидера Компартии. Все это начинает раздражать власти СССР и других стран Восточной Европы. Перемены в Чехословакии проходят все быстрее. В новом правительстве молодые интеллектуалы занимают ключевые посты. По всей стране организуются политические клубы. В лекционных залах проводятся митинги. Дубчик не совсем понимает, к чему могут привести начатые реформы, но не подает виду. К лету атмосфера в Чехословакии становится свободной, как никогда. Писатель Людвиг Вацулик публикует статью «2000 слов», которая становится манифестом сторонников демократизации. Некоммунистические партии становятся все популярнее, подаются заявки на регистрацию новых партий. А чехословацкие СМИ больше ничего не боятся. И советское руководство постепенно теряет терпение. В середине августа Брежнев встречается с лидерами стран Варшавского договора без Дубчика. Главы Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши недовольны бездействием СССР. Требуют жесткости и консерваторы в советском руководстве. Но Брежнев все еще сомневается. 7 августа он уходит в отпуск и обдумывает ситуацию в Чехословакии. Масло в огонь подливают коллеги Дубчика, которые интригуют против него и даже пишут письмо Брежневу с просьбой вмешаться. 17 августа Брежнев принимает решение о начале силовой операции в Чехословакии. В ночь с 20 на 21 августа войска СССР и других стран Варшавского договора пересекают границу. В операции участвует более полумиллиона солдат и пяти тысяч танков. Власти Чехословакии осуждают вторжение. В течение нескольких часов советские войска захватывают страну. В ходе вторжения убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в основном мирных жителей. Дубчик и его товарищи арестованы, их сажают на самолет и отправляют в Москву. В Кремле ставят Дубчику ультиматум. Но в это время тысячи чехов и словаков выходят на улицы. Стены городов покрываются надписями. Толпы людей окружают танки. Они требуют справедливости, называют советских солдат оккупантами и требуют от них вернуться домой. Весь мир выступает против советской оккупации Чехословакии. Из-за массового гражданского неповиновения и международной реакции Москва вынуждена искать компромисс. Брежнев решает не трогать Дубчика при условии полного прекращения реформ. После долгих переговоров Дубчик подписывает все документы и возвращается в Прагу, где уже начинается осень. В 68-м по всему миру борются как за перемены, так и за традиционные ценности. Несмотря на массовые протесты во Франции, сторонники президента Деголя впервые в истории получают абсолютное большинство в парламенте. Лидер аргентинской хунты Хуан Карлос Анганеа проводит в стране кампанию по запрещению мини-юбок для женщин. Сворачивая культурную революцию, Мао Цзэдун массово высылает студентов в деревню. В 1969 году Александр Дубчик потеряет пост лидера компартии и отправится послом в Турцию. Через год его уволят и исключат из партии. Только в 89-м году Дубчик вернется в политику и станет одним из лидеров бархатной революции. Подавление Пражской весны станет поворотным пунктом в истории массового диссидентского движения в Советском Союзе. Леонид Брежнев будет руководить СССР до 1982-го. Это время останется в истории как эпоха застоя. Советский Союз впустую потеряет эти годы, не сумеет модернизироваться и будет обречен на распад. Российской армии на территории Донбасса нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин